Седьмой по старшинству, носящий титул Палящего Солнца. Тансана вскоре ждёт эпичная битва со всеми пятью старейшинами клана Чистого Неба. Мы уже хорошо знакомы с седьмым старейшиной, который судя по всему является младшим из всех, и стал титулованным не очень давно. Его уровень где-то 91, но с лучшим духом на континенте, молотом Чистого Неба. Даже с этим рангом его сила очень велика. Хотя титулованный Палящее Солнце – седьмой старейшина, на самом деле в клане Чистого Неба только пять старейшин. Первый и шестой мертвы. Самый сильный из них, помимо главы, это второй старейшина – старик с седыми волосами и глубокими морщинами. Ученики секты Чистого Неба делятся на три поколения. Первое поколение – это поколение отца Танхао, то есть дедушки Сана. Он был главой до Тансяо. Танхао и Тансяо принадлежат ко второму поколению учеников, а Тан Сан, Тан Лонг, Тан Ху и другие – ученики третьего поколения. Все пятеро нынешних старейшин Чистого Неба были учениками первого поколения, и с точки зрения старшинства, все они были дедушками Тан Сана. Мы знаем, что все пятеро старейшин являются титулованными, но когда они ими стали? Даже в самых сильных кланах был всего один или два титулованных. Тан Сан ранее полагал, что в секте Чистого Неба были только два титулованных. Это естественно относится к Тан Хао и Тан Сяо, двум братьям, в прошлом прославившимся на континенте. Это предположение Тан Сана также означает, что все остальные пять старейшин достигли уровня титулованного уже после закрытия клана Чистого Неба, то есть за эти 20 лет, что были в изгнании. Получается, когда духовный храм пригрозил клану Чистого Неба, у них после смерти главы, помимо двух братьев, могло не быть других мастеров 90-го ранга. Но точно неизвестно, что случилось с первым старейшиной, возможно он и был титулованным. Итак, самый сильный по рангам титулованный Чистого Неба на данный момент, это конечно же глава Тан Сяо. Его сила достигла 97-го ранга. Это очень хороший результат, учитывая, что он еще достаточно молод и может культивировать в дальнейшем. Тан Хао после возвращения в клан Чистого Неба и Исцеления тоже станет мощной опорой для Тан Сана и его родных. Его уровень чуть позже достигнет 97-го. Ранги пяти старейшин в новелле не упоминаются. Можно лишь предположить, что второй старейшина самый сильный из пяти, но его сила вряд ли превосходит уровень главы Тан Сяо. Вероятнее всего у второго старейшины 95-й ранг. Что касается остальных старейшин, их ранги будут от 91-го до 94-го. Самый слабый из них седьмой старейшина с 91-м рангом. Нельзя отрицать, что пятеро старейшин, достигших уровня титулованного, на самом деле сильнее, чем средний титулованный. Пять духовных мастеров выше 90-го ранга, у каждого из которых моло Чистого Неба, это большая сила. Благодаря их первоклассному духу и собственным секретным навыкам Школы Чистого Неба, они на порядок сильнее обычного титулованного, того же ранга. Первоклассный дух дает большое преимущество. Например, тот же титулованный Палящее Солнце, даже со своим 91-м рангом, может легко соперничать с титулованным Хризантемой, который имеет 95-й ранг, или титулованным Змейное Копье, всего 93-м рангом. Тан Чен 99-го ранга уже не примет участие в финальной битве, но оставит свой меч Асуру Тан Сану, а это, согласитесь, немало. Само собой, Тан Сан тоже является титулованным Чистого Неба. Его сражение с двумя богинями, Бибидун и Тян Рин Сюя, будет самым важным событием. Помимо пяти старейшин и главы, другие мастера Чистого Неба тоже окажут большую помощь в Войне Империи. Скорее всего, у них имеются и мастера 70-х рангов, и немало тех, кто имеет 80-й ранг. Просто на данный момент нам мало показали состав клана. Клан Чистого Неба славится своими секретными техниками и навыками, которые передаются только самым сильным. Среди них, хаотичный покров ударов молота, Великий Молот Сумеру, Абсолюты Чистого Неба. Например, в финальной битве Тан Хао также воспользуется навыком Великий Молот Сумеру, чтобы легко обезвредить атаку титулованного Золотого Крокодила, 98-го ранга. Позже этот старейшин Азала Духа самоуничтожился, спасая Цянь Ринцюю от Тан Сана. Как ни странно, но в финальной битве пять старейшин будут защищать столицу Небесной Империи, то есть их не будет у Перевала Дзялин. Возможно, решили, что так будет стратегически лучше. А два брата, Тан Хао и Тан Сяо, пойдут сражаться вместе со всеми. Но всё равно вклад Чистого Неба в будущее событие будет ощутим. Большое спасибо за просмотр. Напишите в комментариях, что вы думаете о титулованных Чистого Неба. И было бы вам интересно увидеть разбор всех старейшин Духовного Храма. Подписывайтесь на канал и всем пока.